Я хотел бы, наверное, укрупненно немножко рассказать некоторые цифры по выборам, которые состоялись в прошлые выходные, в день голосования, 18 сентября. Что бы мне хотелось подчеркнуть в связи с этим? Ну, во-первых, выразить большую благодарность всем за работу, которую мы вместе проделали. Смотря, как подходить, как хвалить себя, с какой стороны, да, но в принципе, к сожалению, мы заняли не очень достойное место в рейтинге районов Ленинградской области. Всего лишь 15 из 17 районов одного городского округа Соснового гора мы заняли 15 место. Но у нас в этот раз была хорошая явка. По явке мы седьмые в Ленинградской области. Но это нам не до того результата, который мы хотели добиться. Сегодня мы откровенно говорим, о чем мы говорим, это о партии «Единая Россия». О, именно, мы не достигли показателя, чтобы у нас был второй депутат в законодательном собрании Ленинградской области. Мы этого очень хотели. На это работали вроде бы все здорово. Но в последний момент, как говорится, когда закончились показатели по явке, мы начали смотреть уже, как все-таки структура голосования. И хочу сказать, что здесь, конечно, было неожиданно, что кингисепцы, к сожалению, повелись на пустые лозунги, я бы так сказал, о которых уже те, кто обещал, о них уже забыли. Но мы будем пожинать некоторые плоды, и не совсем, скажем так, но все будет исполняться так, как мы хотели. Явка и процент за «Единую Россию» были в таких поселениях. У нас большевутское поселение Ивангород, мы можем сравнивать только по госдуме, это тоже показатель по «Единой России». Явно очевиден, большевутское сельское поселение 53,8% явка, 59,6% за «Единую Россию» в большевутском сельском поселении. 12% за «Справедливую Россию». Я немножко буду перепрыгивать, для сравнения, что в городе Кингисепе за «Справедливую Россию» пришли и проголосовало в этом году 22,6%. Казалось бы, вот мы рядом и большевутское сельское поселение 12%, и Кингисепе 22,6% за «Справедливую Россию». По всем поселениям не больше 12% набиралась «Справедливая Россия», не больше 15% КПРФ, не больше 15% КПРФ. И даже есть показатели гораздо ниже. Хочется назвать, что именно в сельских поселениях, таких как, еще раз, большевутское поселение, нежновское поселение, пустомерское поселение, котельское поселение, 55,5% за «Единую Россию». Это неожидаемый результат, потому что мы показывали, как работает эти последние пять лет, как работает «Справедливая Россия», как работала «Единая Россия». Это разные возможности и разные результаты. Мы сделали очень много для того, чтобы в городе состоялись новые проекты, ремонтировано масса социальных объектов, где-нибудь нечислять новых строек и все остальное. Нам есть над чем работать, есть над чем работать, однозначно. Надо проанализировать ситуацию, почему именно в городе Кингисеппе надо работать над городом очень активно. У нас в городе должен был быть такой же результат, 12-15% с КПРФ, но не такой результат, как мы уже получили. В прошлые выходные была авария на газопроводе в Котельском, ликвидировали, там не санкционировали, были земляные работы. Так, в целом все работает. В работе это Навское шоссе, улица Строителей, Большая Гражданская и участок Иланова возле Норда. И на 21 миллион, несколько дворов, это тоже все в работе. Заканчиваем работой по прокурорам, подготовка к окопительному сезону еще продолжается. И есть работы, которые сейчас мы получим, подготовим полностью. Значит, все там готово. По центре части, применяем теплотрассы. Значит, в этом году заменили 835 теплотрассы, трудное исчисление. Поговорим еще эти работы, пока погода заходит, будем продолжать эти работы. Семь лет никто не занимался этими теплотрассами, были в Ангелосе. Четыре раза у нас сорвалось на центральный теплотрассик. Хорошо, что погода была теплая, и мы эти работы выкрутились. В этом году боюсь, что мы можем неожидать, а я думаю, работу будем продолжать до того, как только будет холодно, когда прекращаем работу и пускаем теплотрассы. Хорошо, спасибо. О задачах по подготовке жилищного фонда веков социального отношения ЖТХ к осеннему-сеннему периоду 2016-2018 годов. В этом комплексном плане мероприятия по подготовке веков ЖТХ и социального отношения создана комиссия по оценке готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих, продлиниться расследствием. Международная комиссия обеспечила контроль за ходом проведения подготовки во всех муниципальных образованиях района, также были ученицы нормативно-правовые акты. У нас все муниципальные образования, паспорта готовности к культурному отзору раздали. Для информации у нас теплоснабжение занимается в районе 6 теплоснабжающих организаций. По факту угля 220 тонн, то есть немножко 24 тонн хватает, и мазута 100 минут дохода, то есть 3 утра. С поводу снабжения у нас 5 организаций. Киргисевский водоканал, Ивангородский водоканал, Куслужский водоканал, Форос, Центрное движение. 20 водозаборных сооружений, 12 конверсорных очных сооружений. Слышний день, процент готовности 99%. Управление ЖТХ обеспечивает 7 управляющих компаний. У меня нерадужная информация от ПСК. Решеводокос решается, так скажем, руководством Санкт-Петербурга, Девкингисеппе, и ждут только оплаты. Вряд ли бумажные гарантийные письма или графики погашения устроены. У нас в районе начал работать единый информационный расчетный центр, который по всей Рейнградской области занимается выпуском единой квитанции. В сентябре, за сентябрь, в начале числа октября, будут выпущены и предоставлены квитанции пока старого образца. То есть теплоснабжающие организации, водоснабжающие организации, управляющие компании будут также поименованы на квитанциях со своими расчетными счетами. В перспективе, это 2-3 месяца на конвертацию, у нас в районе будет, как и в других районах, выпускаться единый платежный документ ЕПД. Я надеюсь, развернулась наконец-то по полной программе по строительству объектов для присоединения заявителей, которые расположены на ваших территориях, на ваших сельских поселениях, в ваших населенных пунктах. Я сейчас приготовил небольшие списочки, я бы хотел вам вручить. Это реестр заявителей, которые в населенных пунктах уже готовы к присоединению. Скажем так, мы готовы присоединить этих заявителей к нашим сетям. Эту работу нужно как нам, так и вам, для того, чтобы у вас благополучно все жители населенных пунктов пользуются электроэнергией. Нам нужно, чтобы закончить все это мальчистое дело по присоединению заявителей. В принципе, у каждого заявителя есть договоры о технологическом присоединении, которые приложены в технические условия. Там подробно все расписано, что от каждого заявителя появится. Вот со стороны Ленэнерги работы по этим населенным пунктам выполнены. Услужское сельское поселение, Валилеевское, Большелудское, Поболевское, Нежновское, Индисепское, Вистинское, Пустомерское и Котельское. Социальные услуги предоставляются учреждениями гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям с ограниченными возможностями, семьям с несовершеннолетними детьми. Услугами центров пользуются как городское, так и сельское население района. За 2015 год оба центра выполнили свои муниципальные задания, и количество охватных социальным обслуживанием и филактическими мерами составляет более 400 тысяч человек. На сегодняшний день социальным обслуживанием охвачено уже более 3 тысяч человек, то есть уже по прогнозам 2016 год муниципальное задание учреждения будет выполнено в полном обмене. По прогнозам 2016 год показатели по данной карте в области социальной сферы работают в полном объезде. Мне необходимо ответить, что по итогам проведения в 2015 году по всей области была проведена независимая оценка качества работы учреждений социального обслуживания. Наши центры заняли достойное место. Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста занял первое место по области, и наш детский центр для несовершеннолетних занял второе место по области. Я хочу донести до вас информацию по эзотической ситуации, по таким особо опасным заболеваниям, которые входят в список на особо опасных, и в результате возникновения которых накладываются ограничительные карантинные мероприятия. Значит, это прежде всего признанство о чем у нас в мире. Вот сейчас здесь показан слайд, вы видите, да, это значит в Российской Федерации эзотическая ситуация по африканской чем у нас в мире. Когда в 2007 году чума из Грузии пришла к нам в южные рубежи, наверное, мы не думали, что придет время, когда мы будем ждать, и она будет стоять на пороге у нас, нашего субъекта и нашего района. Ну вот на пороге 2000, вернее, заканчивается 2016 год, и ситуация по африканской чуме, значит, очень плохая. То есть буквально полторы недели назад, вот там множество субъектов, вы видите, да, которые регистрируют это заболевание, но буквально полторы недели назад выявлен геном вируса африканской черной свиней, это Гдовский район, это буквально вот от трупов двух кабанов, это вы знаете, буквально вот на нашей границе, полоснанцевского района. Ситуация осложнилась тем, что, значит, вот это заболевание пришло в дикую фаунду. И теперь, ну вот идет такой неконтролируемый процесс, то есть вспышки происходят то в дикой фаунде среди кабанов, то в домашних животных, это личное подсобное хозяйство. Почему личное подсобное хозяйство? Ну, всем понятно, да, что низкий зоосанитарный статус, и насекомые, там люди не переодеваются, и так далее, птицы, бродячие животные, да, куча с этих, таких причин, в которые вирус попадает туда. Это Эстония. За 2016 год там произошло 380 вспышек африканской чумы свиней. Почему там очень высокая плотность кабана? Там существует на хозяйство содержание полувольных условий кабанов, там есть, вы знаете, мясоперерабатывающие предприятия, которые здесь делают те же консервы, там камбасы и так далее. Да, на данный момент в Эстонии ведется отстрел. Отстрел ведется не в сторону своей территории, а отстрел ведется в сторону наших границ. Поэтому, по словам вот таких пользователей, охотников, целые стады кабанов переплывают через Нару, в Довском районе, через тот узкий перешей Чудского озера, вот где вот сейчас и обнаружили эти трупы кабана. Поэтому ситуация, еще раз хочу сказать, очень напряженная. И если честно, то, ну, наверное, мы должны ждать появления в дикой фауне у нас, да, в нашем районе. Что, значит, хочу сказать по численности плотности кабана в нашем, на Весебском районе. Он стоит, вот по плотности мы стоим на втором месте, по высокой плотности, да, где-то около 4 кабанов на 1000 вектаров. Хотя по тем нормативным актам, которые сейчас приняты на федеральном уровне, на областном, мы должны иметь 0,5 кабана на 1000 га. А вот в таком охотхозяйстве, как экология, там вообще около 10. Почему? Потому что там никогда не производилась охота. То есть мы работаем без смены. Также идет мониторинг домашних сними. На нашем кондинате Нейма, поскольку, естественно, весь завоз происходит с разрешением управления ветеринарией в связи с запросом о благополучии той или иной местности, но это все равно не успевает, потому что вот эти постоянные вспышки то в одном субъекте, то в другом. И поэтому, прежде чем мы не исследуем каждую партию привозимых свиней в лаборатории, реализация мяса с мясокомбината Нейма не идет. Почему? Потому что мы не хотим, чтобы инфицированное мясо поступало, не дай бог, в различные там объекты, в различные местности и так далее. Похозяйственные книги в сельских администрациях ведутся, но в городских их до сих пор нет. Если будет, не дай бог, гарантинное мероприятие отчуждения с ней, люди не получат компенсации, поскольку там одно из требований – это внесение записи по хозяйственному книгу. Вы понимаете, что бруцеллез – это очень опасное заболевание не только для всех видов животных, но и для человека. Особенно возбудитель мелкого рогатого скота – бруцелла милитендис. Люди заболели около 10 человек, в том числе и дети, потому что они пили сырое молоко, козье. Вот это хочется отметить, что все-таки нужно ставить обязательно в известность как администрацию сельских поселений, а главное – это государственную ветеринарную службу, с тем, чтобы были при завозе вот таком несанкционированном, как произошло, без ветеринарных сопроводительных документов, без проведения карантинных мероприятий, без исследований и так далее. Хочу еще сказать вот такую вещь, что вследствие научно-социальных исследований определяется уровень социальной позиции населения к опасности заболеваний, по особо опасным заболеваниям. Почему это так? Ну, потому что поколение выросло в благополучной среде. Вот с 1980 года до 2000-й люди как-то, ну, наверное, не понимают всей важности и глобальности вот этого всего. И поэтому вот такие случаи. На дерматик у нас пришел то же самое, откуда и африканская чума, с Грузии. Пришел в южные наши регионы. Это тоже особо опасное заболевание. Но, смотри, сейчас мы смотрим по статистике, что полтора месяца назад это было еще в пяти субъектах, сейчас в 17. Почему? Да потому что южные наши регионы – это кормовые регионы, зерновые регионы. Хотя это заболевание, значит, литальность составляет только до 45% и выздоровление 90%, но вы поймите, какие большие экономические ущербы это наносится. Потому что молоко все, образно говоря, выливается во время вот этих вот 30 дней в канаву. Ну, естественно, оно утилизируется, и так вот. Это, значит, затраты на лечение. Учет поголовья. Учет поголовья. Учет поголовья, да. И в упрямь оставить в известность ветеринарную службу. У вас сейчас есть старосты. Старосты знают, где, куда, кто когда-то был завезен. Некоторые, конечно, главы тесно общаются с ветеринарной службой, некоторые нет. Чтобы разъяснять людям важность вот этих всех наших требований. Поймите, что это нужно прежде всего не ветеринарной службе, это нужно всем вам. Чтобы у вас на столе были продукты, значит, безопасные, не только в каком-то таком, но и в инфекционном, значит, статусе. Нас пока на территории Кенгисевского и Исландцевского районов не выбрали. Но я еще раз говорю, что вирус – это вирус. Выборы признаны состоявшимися и действительными. И хочется сказать чуть-чуть, несколько цифр, которые актуальны по прошедшим выборам. По Государственной Думе, значит, в целом по Российской Федерации все вы знаете, что победила партия «Единая Россия». Никогда такого количества мест «Единая Россия» не занимала в Государственной Думе, как в этот раз после этих выборов. По Кенгисевскому району «Единая Россия» заняла 45,91%. В количественном эквиваленте это 13 388 человек, которые проголосовали за эту партию. На втором месте «Справедливая Россия» – это 16,54%. Это 4822,2 тысячи человек. И на третьем месте партия ЛДПР – это 13,53%. Проголосовали 3945 человек. Владимир Владимирович уже сказал Путину о том, что всем спасибо, и нас ждут новые выборы. Новые выборы будут ориентировочно назначены на сентябрь 2017 года. Это дополнительные выборы. Поэтому всем нам снова придется поработать. В Кенгисевском районе прошли, я считаю, на достойном уровне. Огромное спасибо главам администрации, тем главам администрации, которые в полной мере поддержали участковые избирательные комиссии, потому что в этом году было как никогда сложно, потому что считали очень долго, на питание их не кормили, их не поили. Но, тем не менее, все работали. Спасибо большое комитету по образованию, которые выставили волонтеров, помогли им оказать помощь в выставлении волонтеров. Ребята отработали на ура, и они как раз в полном объеме компенсировали отсутствие пандусов на некоторых наших избирательных участках. Они помогали пожилым людям, и они веселили маленьких детей. Спасибо огромное. Спасибо огромное всем, кто отработал на этих выборах и оказал огромное содействие территориальной избирательной комиссии. Выборы у нас не будут в годы передышки. Выборы у нас придут в 2017 году. И следом, в 18 апреле, я так понимаю, в марте, на этот президент был выбирать. То есть у нас перерывок между выборами не будет практически вообще. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова